Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хозяин зовет, собирайся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, план Б? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я больше не могу. Я хочу объяснить, как к этому пришел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глянь, готовая предсмертная записка. СМЕХ Ладно, кончай ржать. Ищи документы. А ты уверен, что он их дома держал? Лучше бы он их держал дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Понял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а ты знаешь, чем хороша маленькая женская грудь? О, просвети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улучшает мелкую моторику. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, жарко, Серегин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как? В отпуск поехал. Первый раз от МВД путевку в санаторий дали. С другой стороны, что не тёлка, то мент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля! Тарасов! Да? Тебе там девушка на проходной. Виктория Иванцова. Пропустить? О, конечно. Давай. Коляночка. Извините. Я весь снимания. Николай, познакомься. Это наш клиент Игорь Алексеевич Понеделков, директор факторинговой компании «ФК». Очень приятно. Взаимно. Я хотел бы подать заявление по факту мошенничества. Правда, мы его не обнаружили. Это как? Фирма терпит убытки, но по документам все отлично. Обороты «ФК» растут, клиентов становится все больше. И при этом компания терпит убытки. Да? Кризис. Нет. Нет, кризис ни при чем. Тут все учтено. Да и началось-то все еще до кризиса. «ФК» открылась 10 лет назад. Одно из первых в стране. На Западе такой бизнес давно уже и успешно функционирует. В России все сложнее из-за суммы начального капитала. Сейчас в числе наших акционеров 12 крупнейших банков страны. Коль, ты не переворщил? Понеделков – блестящий финансист. Он стал мозгом компании. Своим заместителем сделал сокурсников и финансовой академии Рената Сайфуддиновой. Если Понеделков – голова, то Сайфуддинов – руки «ФК». Это ему удалось привлечь всех акционеров. Первые 6 лет «ФК» все шло отлично. Но потом доходы компаний стали падать. По бумагам же все ровно. Да, а что, собственно, вас не устраивает? Если мы не поймем, куда уходят деньги акционеров или, не дай бог, «ФК» разориться, на репутации нашей фирмы можно ставить крест. Я понимаю, что ты ей почти не занимаешься. Но это детище твоего отца и твой доход. Привет, Олег. Привет. Дай мне, пожалуйста, документы по «ФК». Я хочу еще раз все проверить. Твое право. Ты же уже все проверял. Вот теперь Понеделков подал заявление в милицию. И если мы все-таки что-то пропустили, то неприятности будут у нас. И сейчас придет Коля. Объясни ему, пожалуйста, суд дела. Ты уже и Коле нажаловалась? Понеделков рвался писать заявление. Я, естественно, отвела его к Коле. Так, это я на рынок снесу. Ма, смотри. Как клоун. Сама ты как клоун. Скажи, скажи лучше, как мы сдавать-то будем? Кому? Кому, кому? Чего ты ноешь? Тут что, плакат, что ли, написано, что тут мужик ожмурился, а? Скотина. Кто? Мужик! Сколько шуму из-за него. Милицию затаскали. Теперь еще он, гляди, налоговая наедет. Вот помяни мое слово. И деньги нужны. Ой, что же делать-то? У тебя, небось, Нинка рожать-то собирается? Собирается. Очень хорошо. УЗИ делали, пацан будет. Ага. Выкрутимся как-нибудь. Вот именно, как-нибудь. Ну, подними, ковер-то дай, мать, сделаю. Тихо. Че это? Че, папка какая-то. Ну, и че там в папке? Документы че? Ну, а в документах че? Видать, важные, а? Если под ковер спрятал. Я пойду почитаю. Да, да. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Игорь Алексеевич. Знакомьтесь. Это Артем, наш новый юрист. Специалист высокого класса по экономическим вопросам. Мы решили усилить наш юридический отдел. Виктория Иванцова. Артем Тишин. Очень приятно. Игорь Алексеевич, вы нам уже не доверяете? Ну, что вы, Вика. Ну, что вы такое говорите? Представьте, придет ко мне кто-нибудь из наших акционеров и спросит, почему у меня упали доходы. А я не знаю, что ей ответить. Вот вы с Артемом ее попробуйте разобраться. Ну, пока милиция занимается своим делом. Конечно. Ну, что ж, я вас оставляю. Да. Всего доброго. До встречи. До свидания. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Что такое факторинг, ты уже знаешь. Знаю, но ничего не понимаю. То есть, грубо говоря, ты шьешь носки, но у тебя не хватает денег купить ткань. Факторинговая компания проплачивает ткань напрямую. Ты отшиваешь носки, продаешь их и выплачиваешь долг с процентами. Да, понятно. Учти один момент. В факторинговых операциях просрочка платежа скорее правило, чем исключение. А мошеннику важно не привлекать к себе внимание. Так что, как правило, он работает без просрочек. Значит, нужно искать самого дисциплинированного платежщика, да? Я уже думал над этим. Главный партнер ФК – концерн автокосметика. Он может быть замешан в мошенничестве? Да нет, вряд ли. У таких компаний все на виду. Один промах и попадут за решетку. Как известный тебе олигарх. Хе-хе-хе. Так. А их партнеры? Кто брал деньги в ОФК? Группа компаний «Форум». Они занимаются дистрибьюцией автокосметики по всей стране. Держат оптовые склады и сеть собственных магазинов. Артем, посмотрите еще вот эти документы. Угу. Так. Ну, документам претензий нет. Вика, можно вас так называть? Да, конечно. Можно мы продолжим наше общение? В каком смысле? Я бы хотел вас пригласить к какому-нибудь уютное место. Это будет сугубо деловое свидание. Значит, по-вашему, я достойна только делового свидания. Почему же? Просто боялась получить отказ. Ну что же, я согласна. Давай завтра туда поедем? Как тебе такое предложение? Десерт, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Нет, срочно. Я предлагаю выпить на Бурдершап. Не слишком ли быстро? Ну, мы сегодня везде не общаемся. Пора уже переходить на ты. Ну и потом нам еще работать вместе. Что тянуть? Ну, хорошо. Тогда с вас. С тебя. С тебя тост. За переход на ты, чтобы он был легким и безболезненным. Да. С тебя тост. С тебя тост. Субтитры создавал DimaTorzok Вчера мы еще раз все проверили с их новым юристом. Там все в порядке. Что и следовало ожидать. Надо пообщаться с руководством автокосметики. На два я договорился навстречу. Ну, пора ехать. Пора. Катенька, я в отдел маркетинга. Ну, Владимир Сергеевич, к вам люди. По какому вопросу? Здравствуйте, я Николай Тарасов. Мы договаривались о встрече. Ты иди сейчас. Напомните. По поводу факторинговой компании ФК. Мы не работаем с этой компанией. Они проплачивали контракты группы компании Форум. И по телефону вы сказали, что в курсе. Ну, по телефону толком не расслышал. Хорошо, я проконсультируюсь со специалистами. Кто вы говорите наши партнеры? Группа компании Форум. Первый раз слышал. Судя по объему поставок, вы активно сотрудничали. Давайте так, вы можете оставить документы до завтра? Я их лично просмотрю. Да, конечно. Ладно, завтра в то же время. Спасибо. Раздолбайская компания. Привет, Мариш. А что ты меня не встречаешь? А что это мы такие грустные? А мы что такие веселые? С Викочкой переспал, да? Ты что, сдурела? Ничего я не сдурела, я все видела. Как я с Викочкой? Как ты ехал, чтобы с Викочкой? Вот терраса. Ты что, в обед приходила? Приходила. Любимую пирожки несла. А он укатился какой-то шалавый. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Коль, пусти ее. Марин. Марин. Мне никто не нужен, кроме тебя. Ни Вика, ни какие другие женщины. А зачем ездить тогда? Директора автокосметики надо было навестить. Ничего личного. Просто бизнес. Окей. Где мои пирожки? Да. Кто? Кто это? Вика, это я. Ну, как ты милая. Ну, ну, ну. Девочка моя. Прости, что пришел. А ерунда, мне не трудно. Где он? Двое. Не лезь, куда не просит ты следующая. Что там? Да мальчишка пошутили. Ты думаешь? Да уверен. Никто больше до этого не додумался. Сейчас я мусорку отнесу. Да. Да. Пол бухгалтерии уволил. У них под носом творились такие вещи, а они ни сном, ни духом. Может быть, они и вправду не знали? А должны были знать. Вы же сами понимаете, что делать банковские проводки, подделать такое количество счет фактуры, накладных, человеку с улицы просто нереально. Он беззастенчиво пользовался моим доверием. И легко прошел все проверки факторинговой компании. Мы выяснили, кто этим занимался. Наш главный бухгалтер Андрей Коростылев. Может быть, вы его позовете, и мы предъявим ему обвинение. Я не могу его позвать. Он что, в отъезде? Понимаете, на прошлой неделе он покончил жизнь самоубийством. Выбросился с двенадцатого этажа. Да. До свидания. До свидания. Неожиданно. Все концы обрубил. Надо взять адрес этого Коростылева, сходить к нему проверить. Ты думаешь, там могло что-то остаться? Вряд ли, но для порядка. И сразу поедем в головной офис группы компании «Форум». Это куда? Я приглашаю вас в Подольск. Можно? Если вы тот кто-то мне звонил, кого я жду, то нужно. Думаю, тот. Слушаю вас. Черный кофе. Как обычно, без сахара? Да, как обычно. Хорошо, секунду. Простите. Ручки не найдутся у вас? Спасибо. Впечатляет. Вы не объяснили, за что. Речь идет об операциях между факторинговой компанией, концерном автокосметика и группой компании «Форум». Кухонка чистенькая. Из этой комнатки вы можете сделать себе кабинетик. Значит, здесь у нас холодильничек. Все для вас. А здесь у нас санузел. Можете ни о чем не беспокоиться. Санузел совмещенный. И у меня стоит счетчик. Ну и... Вот. Видите, 20 метров. Балкон 3 метра. Сторона солнечная, но зато теневые шторки. Гардировчик пустой. Шкафчик я... Ну, в общем, освобожу. Потрясающе. Только мы по другому вопросу. Почасовую я не сдаю. У вас здесь мужчина жил. Андрей Коростылев. Ну, ничего. Не осталось от него ничего. Все вещи родственники повывезли. А нам не вещи его нужны. А что ж так-то? Мы из милиции. Из милиции? Ваши уже приходили? А у нас разделение труда. Товарищи занимаются фактом смерти Коростылева, а мы его рабочими делами. Рабочими. А я тут при чем? Ну, может быть, от него что-то осталось. Документы, бумаги. Я же сказала, ничего не осталось. А что не повывезли, то повыбросили. Может, я денег подложил? Да. Тут у меня на Ла нету кредитка. Вот мой номер телефона. Если что-нибудь найдете, перезвоните. Ладно. Запоминающийся номер. Если что-нибудь найду, непременно вам перезвоню. Спасибо. До свидания. А, может быть, девушка, вам квартирку? Квартирка хорошая. Да нет. Спасибо. Пожалуйста. 45, поворачивай. Ручник поставь. Пошли. О, в детском садике, что ли, офис снимают? Если у них складки и помещения в другом месте, я уже ничему не удивлюсь. Товарищ! Подскажите, пожалуйста, а офис группы компании «Форум» здесь находится? Ничего. Какой офис? Это же муниципальное дошкольное учреждение. Какой форум? Ну, на улице Мира, 45. На улице Мира, 45, детский сад. И офис здесь не снимают. Да кто им даст-то? Здесь заведующая, знаешь, какая бой-баба суровая, но справедливая. Подождите минутку. Может, год назад снимали или два? Никогда. Ну, конечно, фактически адрес могли от балды написать, но есть же еще магазины, склады. Найдем концы. Куда ездил? В Подольск. Не ближний свет. Искали офис группы компании «Форум». Это дебюторы концерна «Автокосметика»? Да? Нашли. Вместо офиса там оказался детский садик. Завтра опять поедем. Я сейчас. Завтра опять поедем. Завтра опять поедем. Завтра опять поедем. Ты еще одет? Эй, привет! Привет! Лови! Лови! Алла, представляешь, деловой такой. Говорит, не лезь куда не против. Как суд решит, так оно и будет. А ты только хуже сделаешь. Короче, запутался совсем. Вот теперь не знаю, как это происходит. А вот что? Ну что? Ну что? Вся эта группа компаний Форум – один грандиозный пшик. Три года предоставляли липовые документы, имитирующие их бурную деятельность. Теперь понимаю, откуда у нашего клиента такие убытки. Инспектор Абакулаков, документы, пожалуйста. Первый рассказ. Пожалуйста. Так, техосмотр, страховка. Техосмотр внутри. Аптечка, огнетушитель имеется? Страховка, пожалуйста. А что? Аптечка, огнетушитель имеется? Вам показать? Откройте багажник, пожалуйста. В чем дело, капитан? Обычный управец. Ладно, Коля. Так, пиши. Место происшествия осмотрела? Я не могу туда смотреть. Время – это по розписи. Оля, это у тебя. Так, а ты у них телефоны забрал? А мне кто сказал? Давай скорее. А тебя что, учить что ли надо, а? Алло, Мария. Ну-ка, телефон дайте сюда, пожалуйста. Мария, Мария. Можно не толкаться? Сидите, дамочка. Запиши марку телефона и серию. Ты вообще голову свою соображаешь или нет? Алло. Здрасте, Ирина Сергеевна, это Марина. Ирина Сергеевна, просто Сережка уехал, и мне, ну, мне некому больше обратиться. Пиши. Ага. Переехала машиной. Ага, машиной. Точно. Чурканье. Давай. Ну все. Спасибо. Отчалил. Ну все, давай, покидывай. Стойте. А следы нашего автомобиля? Что? Если вы говорите, что этого человека переехали. А ты, типа, не знаешь, что с ним? Вы должны снять следы нашего автомобиля и сравнить. А ты меня учить будешь? Нет. Но вы же и недавно работаете. И что? Обвинение не на чем будет строить, без этой экспертизы. Слушай, ты что, самый умный? Если ты следак, то это еще ни о чем не говорит. Смотри сам. И что, ты думаешь, это поможет? И что, ты в самом деле его не переезжала? Стоять. Сюда сажай. Ну что? Убийство гражданина сознаваться будем? Я вам еще раз повторяю, что я никого не убивала, ни в чем сознаваться не собираюсь. Этого человека мы видели в первый раз в жизни. Ну, значит, так и запишу. Труп сам заскочил в багажник вашего автомобиля. Ну, твой подельник-то уже во всем сознался. Это полная чушь. Мой, как вы говорите, подельник работает в милиции. И на все эти ваши фокусы не ведется. Ты уверена? Абсолютно. Он любовник ваш? Что? Любовник он твой. Спрашиваю. Трахаешься с ним? Это имеет отношение к делу? Ну, как ты тогда можешь быть в нем уверен? Может, пока ты курить выходила, твой дружок друг тебе в машину и подсунул? Ну, давай. Ну, скажи, облегчись и души. Ну, говори, 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 говори. Какая гордая девушка, а. Может, мы ей слоника устроим, чтобы была с представителями власти более ласковая? Или ласточку. Знаешь, что такое ласточка? Ой-ой-ой. Вижу, знает. Я знаю, сколько за это дают. В камеру ее. Бери ее, уводи. Подъем. Я адвокат, слышали? Это хамство вам даром не пройдет. Ну, пусти ты меня. Ваши действия противозаконны. Вы понимаете, что я вас засужу? Я возглавляю юридическую компанию. Испугала ежа голым задом. Тащи противогаз. Слышь, как ласточка у нас? Живи. Какой противогаз? Там этот бунтует. А ее дрогать нельзя. Ну и пусть бунтует. Лишь, если ничего. Да это тот самый Крендель, который олигарху репутацию подмочил. Какому олигарху? Что ты милешь вообще? Да к какому? Нефтяному. К Костомарову. Пошел. Ой, как. Какое недоразумение. Какая ошибочка-то вышла. Вот. Ой, чего только не бывает на свете. Ей извинения, наверное, придется просить. А что ж, попрошу. Попрошу. С меня-то, знаете, не убудет. Вот только... Конечно, вы такая чистая, светлая, красивая девушка. И невиновно попали в такую ситуацию. Можно выйти? Я не понимаю. Можно выйти? Пойди вас разбери. Ну, давай, пока. Ладно, счастливо. А я вот хожу. Отвечу. Вот, что-то. Ой, слава богу. Здравствуйте, Коль. Ну, привет, задержанные. Ой, Ирина Сергеевна. Ну, доброе утро. Доброе, Тарасов. Если оно доброе. А как вы нас нашли? Марина мне всю ночь звонила. Пришлось найти. А у нас трубы в багажнике нашли. А я в курсе, что труп. Это не наш. Если трассолог грамотную экспертизу проведет, станет ясно, что задавили его другой машиной. Если вообще задавили. Ладно, я сейчас вернусь. Ну, что, еще выйти нельзя? Ну, ты чего? Ну, ты чего? Марь. Успокойся. Ты живой. Спасибо вам, Ирина Сергеевна. Спасибо. Да ну не за что, Тарасов. Я же, в общем-то, ради себя старалась. Кто работать-то будет? Лухарев в отпуске. Не Черенков же с Агаповым. Что теперь будет? Следствие будет. Разбираться будут долго и нудно. Потерпевший, судя по следам, задавлен чуть ли не трактором больше суток назад. Но если не предъявят, то потаскают вас хорошо. Готовьтесь. Надо же им выяснить, как он оказался у тебя в багажнике. Да. Кстати, Тарасов, а как он оказался у тебя в багажнике? Ну, не знаю. Ну, ты что, даже предположить не можешь, кто тебе подсунул такой подарочек? Ни малейшего представления не имею. Мы мотались целый день, с места на место переезжали. Из машины выходили? Да. Сто раз. Понятно. Коль. Нет, Коль, тебе нужно бросить это дело. Не могу. Я обещал разобраться. А потом, мне интересно, ловить злодеев, мошенников, бандитов всяких. Ну да, я должна не спать ночью, звонить по моргам, по больницам. Ну, нельзя же бросать на полпути. Все. Я пошел. Куда? На работу. Тебя Зимина сегодня отпустила. А что ты за меня, Зимина писать будет? Черный плащ. Больше смски не приходили? Да мне и одной хватило. Сначала этот кот, духлый, потом труп в багажнике. Да. Марина тоже истерит. Просит прекратить этим заниматься. И что ты решил? Хочу во всем разобраться. Я тоже так думаю. Нельзя идти на поводу этих мошенников. Ну, если ты, конечно, боишься. Кто сказал? Ну, твоя Марина боится. Это мои проблемы. А ты изменился. С тех пор, как мы расстались. Даже как-то повзрослел. Конечно, Вик. Два года прошло все-таки. У тебя какая-то мужественность появилась. Не вгони меня в краску. Давай к делу. Хорошо. Что мы имеем? Я понял принцип мошенничества. Хозяева липовой фирмы «Форум» брали якобы товар у автокосметики. А там ни сном, ни духом. Кроме Крастылева, которого мошенники купили. Да. Он и обналичивал деньги, полученные у факторинговой компании. Затем мошенники вместо того, чтобы отдавать долги, снова просили денег якобы на новые товары, чтобы не сбавлять обороты. Вместо того, чтобы, как полагается, возвращать долги. Благодаря Крастылеву в документах был полный порядок. И эвкани о чем не догадывались. Теперь нам нужно найти учредителей форума, чтобы они ответили за свои махинации. Так. Вот. Учредитель Терехова Ольга Геннадьевна, 1963 года рождения. Терехова, Терехова. А ты можешь пробить этот Терехов по милицейской базе? Этим я и собираюсь заняться. Давай вперед. Ну что, смотрели, а? Не берут. Твою мать, а! Петя. Да что Петя-то? Что Петя? Меня ржавый на счетчик поставил. А ты, дура, залетела. Все одно к одному, ты понимаешь, а? Что там насчет этих документов? Где они? Кстати, приходили двое. Говорят, что из милиции. Чего-то не похоже. Свой у них интерес. Свой интерес? Свой интерес. Это хорошо, что свой интерес. Это хорошо. Свой интерес – это очень хорошо. Вика, это я. Но особо похвастаться нечем. Ольга Терехова в девичестве, Горшколепова. Подожди. Как ты сказала ей девичья фамилия? Горшколепова. Горшколепова? У риск-менеджера ФК тоже фамилия Горшколепов. Я помню, мы с ним тогда еще общались. Может, она сестра его? Ну, может, и сестра. Смотри, мне кажется, они в ФК тоже посадили своих людей. Просто поразиться можно размаху. Слушай, я сейчас найду его телефон и назначу ему встречу на сегодня. Ты всем сможешь? Здравствуйте. 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 Машину Горшколепову посмотрю. Барахлит что-то. Да вон она стоит. Посмотри. Да, дорогая. Алло, привет. Да я не могла просто говорить. Горшколепова? А кто это? А, кризис-менеджер. Ваши документы. Спасибо. Слушай, ну я недавно в этой компании работаю. Хорошо. Узнаю, перезвоню. А зачем тебе он? А, кризис-менеджер. Анатолий Леонидович, вашу машину. Да, да, Виктория, конечно. Я к 7 часам подъеду. Да, все, в 7 часов буду. Анатолий Леонидович, вашу машину. Девушки отдыхают Вроде он, но вовца и теперь бежит Пойдем Закурить не найдется? Ой, что-то не взял Ты, Коля Я, мы знакомы? Да пока не очень Тебя не учтили в чужие дела, не лезь Эй Эй Денис Да не надо Ружики, вдваме-то удобно? Колян Денис Сварили отсюда быстро Перестреляю сейчас К чертовой матери Тихо, тихо, тихо Ты как? Живой Живой? Какие-то в сущности Неприятные люди Он что, может врача? Мне бы минут через десять уже Патологоанатом понадобился Денис Денис А? А ты почему Табельное оружие не сдаешь После смены? Почему? Потому что это Табельное оружие Желательно с собой всегда носить Может очень Пригодится О, давай попей сейчас Мне тоже Выпью Вы что-то хотели? Нет Ничего Проходите Та-дам Ой, а где Марина? Марин Марина Та-дам С днём рождения, Маринка Спасибо С днём рождения Коль Всё нормально, Мариш Я сейчас умоюсь С днём рождения С днём рождения Та-дам 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 Ну да, я перекись это помажу. Не надо. Отлично. Все, это последний. Ой, я открою. О, Ирина Сергеевна. Здрасте. Здрасте. Проходите. Ну, где виновница торжества? Где? Вон она. А что случилось? Декорию какие-то отморозки избили. Хорошо, Дэн вовремя подошел. А то, наверное, убили бы. Вот отметили день рождения. Декория. 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 Субтитры подогнал «Симон» Так, прошу всех за стол Давай День рождения из День рождения Поздравляю Спасибо, Раджи Садитесь Мария, я хочу, чтобы ты знала Я тебя очень люблю И обещаю, у тебя будет Самый веселый День рождения С днем рождения С днем рождения С днем рождения С днем рождения Мужчина, у вас есть мобильный телефон? Да, конечно Давайте позвоните Алло, Артем Да, привет, это я Ты можешь за мной приехать? Сейчас Что это за место? Быковское шоссе 17-й километр Быковское шоссе, 17-й километр Артем, я не шучу Позвольте Что? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай, больница, быстрей! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты на работу? Конечно, на работу. Ты каждый мой шаг будешь контролировать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, буду. Потому что я волнуюсь за тебя, Коль. И потому что меня раздражает то, что постоянно появляется эта Вика. Слышишь, телефон звонит? Принеси, пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Легка напомни, Николь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло. Здравствуйте. Николая? А что, что-то важное? Или, может быть, жизненно необходимое? Марина, это неприлично. Алло. Что? Что? Я сегодня заеду к тебе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. А ты чего не предупредил? Что у тебя с лицом? Ты знаешь, что случилось с Викой? Приболело. Приболело. Ее изнасиловали. Она позвонила, сказала, что ее не будет дня три. Таких подробностей она не сообщала. А что случилось? Вчера вечером двое отморозков затащили ее в машину и вывезли за город. Судя по всему, те же. А тебя за что? А все за то же. За расследование махинаций факторинговой компании. Все так далеко зашло? Дальше некуда. А теперь скажи мне, брат, ты на стороне мошенников? Привет, Виколь. Как ты себя чувствуешь? Я вот у тебя фруктиков принес. Цветочки. Ну, все. Все уже позади. Забудь. Артем, зачем ты мне это говоришь? Не надо мне это говорить. Прости, если я тебя обидел. Я не хотел. Артем, зачем ты пришел? Ну, я всегда в школе навещал за заболевших товарищей. Артем, мы не в школе. Я не заболела. Я не хочу с тобой об этом говорить. Ты что, не понимаешь, что ли? По мне как будто бы продоптались. Это мерзость. Это грязь такая. Уходи, Артем. Вик, прости. За что? За то, что не уследила. Артем. Артем. Да? Принеси мне, пожалуйста, одежду. Нормальная. Конечно. Только у меня ключей нет. А у меня их тоже нет. Они в сумке были. Так что вы завесли Асаря. Конечно. Я все сделал. А что я должен думать, если дела по ФК вел ты и мошенники знают о каждом нашем с Викой шаге? Заметь о каждом. Наперед. Я им точно ничего не говорил. А кто ж тогда? Да я-то откуда знаю? Что ты у меня всех собак вешаешь? А как ты, ведя дела по ФК, не заметил просчетов? А потому что документы там были в полном порядке. Ты же сам видел. Откуда я знал, что все это фикция? Значит, ты плохой специалист. Хорошо, я расскажу все, что знаю сам. Я понял, что происходит что-то не то одновременно с тобой и Викой, когда Понеделков решил написать заявление в милицию. Потом мне позвонили, предложили солидную сумму за то, что я закрою глаза на кое-что. Кто это был? Я не знаю кто. Он работает на кого-то в факторинговой компании. И ты согласился. Я не отказался. Да, я испугался. Ты же сам понял, к чему это может привести. А дальше что? Я уеду. Месяца на два-три. В Лондон на стажировку в компанию моего друга. Пока все не утрясется. Ну не боец я. Понимаешь? Да. Денег. Хватит? Денег. 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 Так что Олег сегодня улетел. Что делать-то будем? Я уже не знаю, я больше не хочу никуда лезть, мне хватило. Да, отдыхай и ни о чем не думай. Ничего, ничего. Так страшно, хочется закрыть глаза. И никогда-никогда ее больше не открывать. Ну, черт говоришь. Вик, у тебя вся жизнь еще впереди. Ты выписывай себя и поезжай в отпуск. А ты? Я не знаю. Алло, Николай. У меня есть кое-что, что вас интересует. Да. Предлагает отдать за десятку зелени. Слушай, я не понял, тебе нужны эти документы? Если это бумаги Коростылева, то вот так нужны. Тогда я не понял, что ты совершил. Беги. Меняй рубли на доллары. Если решать. Ты что, предлагаешь ему заплатить? Ой. Ты заплатишь, а мы заберем. А-а-а! Семен Семенович! Петь, Петенька, что случилось, сынок? Кинули козлы. Встретился я вот с этим Николаем, ну, как договорились. Чувствую, ну, что-то не то, что-то не то, чувствую. Только отошел. Менты налетели, бабки собрали. Хорошо, вы обезьянник не забрали. Вот, блин. А у меня вот тоже новость. Ну, я сегодня клиентов ждала, а тут двое приходят. И опять про эти документы спрашивают. Я говорю, услуга, мол, денег стоит. Ну, телефон взяла. Хорошо, что я ксерокопию снял. Умный я у тебя, сынуля. Ну, это точно. Бабушка, а вот здесь девушка лежала, где она? Че? Какая тебе бабушка-то, а? Ой, извините, девушка. О, другое дело. Куда пациентка отсюда делась? Выписалась утром. Или домой поехала. Че здесь делать-то на выходные? А мы уж новых ждем. О, привет, Коль. Заходи. Что-то случилось? Я нашел. Тут все. Ты помнишь Артема? Ты не волнуйся, я ему доверяю. Что ты нашел? Это документы Коростылева, покойного главбуха автокосметики. Ребят, у вас попить что-нибудь есть? Откуда ты их взял? Иди сюда, иди сюда. Хозяин квартиры, которую снимал Коростылев, отдал их мне. Ты только посмотри. Тут весь расклад. Ой, я не хочу ничего об этом знать. Понял? Вик, ты просто посмотри документы, а потом мы решим, что с ними делать. Ты все равно не сможешь жить так, как раньше. Они тебе не дадут. Вик, а ведь он прав. Пожалуйста. Спасибо. Это такая вкусная вода. А что, больше нет? Коль, этого не может быть. Там же убытки по миллиарды. Спасибо. Мы-то думали, что убытки в сто миллионов рублей. Похоже, что об истинных масштабах ущерба не догадывались даже акционеры факторинговой компании. Слушай, понимаешь, что это значит? Ты понимаешь, что за такие деньги нас просто сотрут с лица земли? Эти деньги неизмеримы с человеческой жизнью. Нас просто раздавят, как мошек. Я в туалет из-за. Что ты не доверяешь? Махарь, береженого бог бережут. Ты догадываешься, кто за всем этим стоит? Ренат Цейфундинов. Правая рука Понеделкова. Это гениальная схема. Обман мог длиться еще год или два, пока бы они не выкачали все деньги из ФК и не обанкротились бы. О, Господи. Это же, это же бомба! Так, я сейчас еду в отдел, поспрашиваю нашего, кому обратиться в следственном комитете. Ты поезжай в контору, я за тобой заеду. И вызвони Понеделкова. Хорошо. Слушай, документы я пока оставлю. Я их еще посмотрю, ладно? Ладно. Коль, спасибо. Артем, берите Вику. Вика со мной в безопасности. Петр? Здрасте. А где деньги? А вот твои деньги. Там тебе деньги не понадобятся. Тема. Тема. Света! Откройте мне сейф. Николай Викторович, может быть подождем? Сколько можно ждать? Нет, вы, конечно, хозяин, но с точки зрения этики, чужой сейф. Мне надо позвонить. Да ты тоже не дозвонишься! Я все-таки позвоню. Я понимаю, что на кону стоит фантастическая сумма денег. Но мне нужны гарантии, что ваши люди оставят меня в покое. Ну, Вика, Вика, посмотрите. Я уже достаточно много пережила. А вы мой друг. Моим друзьям бояться нечего. И еще одно. Вы знаете, что сделали ваши люди? Я думаю, что вы знаете. Так вот, я бы хотела, чтобы вы сами их наказали. Это мое обязательное условие. Конечно. Я надеюсь, мы с вами договорились? Безусловно. Я рада. Привет-ка. Я уже и не чаял тебя увидеть. Может, объяснишь, что происходит? Я отдала документы Ринату Сайфудинову. Ты знаешь, а я почему-то так и подумал. Молодец. Хорошо поработал. Премия. Что-то не так? Да нет. Девчонку оставим. С ума сошел? В расход. Ее и следака. Я дала не те документы. Не понял. Вот. Документы, которые их интересуют. Если бы я их отдала, нас с тобой уже не было бы в живых. Или ты думаешь, что Крыстылев сам выбросился с 12 этажа, а Грышкалепов погиб на сухой прямой дороге? А когда Артем нашел у меня дома жучок... Да, второй у тебя был в столе. Вот. Я поняла, что нужно действовать тоньше. Но он же сейчас обнаружит подлог. Поэтому нам надо спешить. Ты взял телефон следователя? Да. Возьмешь Понеделкова, поедешь с документами к нему. Пошли. Подожди. А ты? Сейфудина же тебя на части порвет. Нужно уехать на пару дней из города, пока все не будут арестованы. Только надо подумать, куда ехать. Знаешь, а я подумал, что ты меня опять предала. Марин! Марина! Коль! Привет! 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 Марин, собирайся. Куда? Сейчас приедет Вика и ее парень. Поедем к нему на дачу. Там пересидите пока. Я никуда не поеду. А тем более с ней. Я тысячу раз тебе говорил, что мои отношения с Викой в прошлом. Не надо ревновать. Да? Бывших любовников не бывает, Колин. Криво! Ты сейчас сделаешь то, что я прошу. У нас нет другого выхода. Ситуация сложилась так, что наши жизни ничего не значат. А когда все закончится, я тебя заберу. Когда это закончится, Коль? Сегодня-завтра. Все, собирайся. А куда у нас стоящий документ сфератали? Коль их положил в сейф своей начальнице. Там у нее безопасности. Умно. Готово. Готово. Что-то не так? Я боюсь. Так тебе спокойнее будет. А ты? Ну, надеюсь, что он мне не пригодится. Ни мне, ни тебе. Он не заряжен? Нет. Ну, а какой тогда смысл? Ну, тоже верно. Тебе нужно просто снять с предохранителя и взвести курок и выстрелить. Привет. Приветствую. Познакомьтесь, это Марина, а это... Артем. Очень приятно. Артем. Артем. Вик, ты знаешь. Здравствуй, Марина. Привет, Вик. Ну, не хорома, но чем богат тема рады. В общем, гости дорогие. Чувствуют себя, как дома. Ладно, вы располагайтесь, а я поеду, а то время. Может, я тебя остановки довезу? Не надо, я дойду. Тут недалеко. Ну, ладно. Пока. А ты отдыхай. И ни о чем не думай. Ладно? И постарайся не ругаться. Обещаешь? М? Обещаю. И кому это ты там все и смытишь? Да друг на рыбалку зовет. Принц, отказаться. Пойдем, да. Пойдем. А в счет. А в счет. А в счет. А в счет. а где я буду спать там наверху а белье есть найдем что случилось что кричишь это же жук о нет я лучше пойду погуляю сможет все какая-то и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас ты возьмешь мобильный и позвонишь своему хахалю и скажешь, чтобы он взял документы и вез сюда, если он хочет тебя видеть живой Ты врал мне, врал мне, все это время врал Почему врал? Я спал с тобой, совсем по-настоящему А если я не буду звонить Коле? Тогда я сломаю твои поднайки пальчик нежный Ты понимаешь? Мерзавец Просто мерзавец А я вот к тебе, дорогая, сохранил теплые чувства Даже когда приедет сюда бригада, я попрошу, чтобы они тебя не учили Значит, ты специально заставил меня встретиться с Ифудиновым Да я о тебе думал, дура Если бы ты отдал ему нормальные документы, ты бы уже забыла об этой истории Если бы жива осталась Ты будешь звонить или нет? Да, только не трогайте меня Ты думаешь, я мост, что ли? Да я никогда бы не стал работать на людей, которых я боюсь или не уважаю Это ты про Ифудинова, его бандитов? Понеделкова Он финансовый гимний, понимаешь? Таких в нашей стране больше нет Так это Понеделков придумал всю эту аферу Ну не Ренаджи У него бы мозгов бы не хватило Да, мошенничество? Ну какой красоты Выкачать деньги с кошельков аукционеров собственной компании При этом документам все чисто И никто никогда не докажет злого умысла Это только гений может додуматься Коля поехал с ним встречаться Да попрощайтесь со своим Колей Он даже в милицию пошел, понимаешь? Додумался, чтобы отвести подозрение Рано или поздно АФК разориться И он скажет, я принимал меры Я пытался предоценить крах Ну вот скажи Ну зачем? Кто-то его просил туда лезть вообще? Кто? Давай звони! Дайте мне сумку! Дайте мне сумку! Не надо так шутить Тихо Нет, нет, не подходите ко мне Не подходите Я выстрелю Я выстрелю Нет Марина! Марина! Быстрее! Быстрее! Марин, быстрее! В дом, в дом, в дом! Марин! В дом! Отставь свои машины! Дома вы ищи! Ох, ничего себе! Раненый боец! Рот прикрой! Кто это тебя так? Да девка мент Случайно! Где они? Да откуда я знаю, где они? Убежали только что! Простите, пожалуйста Вы могли бы одолжить нам свою машину? Девки, да вы с ума сошли! Давай ключи! Быстро! Давай ключи! Так бы сразу и сказали Надо, так надо, что я не понимаю, что ли? Спасибо Мы обязательно вернем Вик! Вик, они выскочили! Они нас догонят! Пускай сначала найдут Мне кажется, они нас возле трассы будут брать Слушай, а круто ты его Давай ключи быстро Жить захочешь, не так заговоришь Да Я бы на его месте тоже отдала Позвони Коле Он сейчас едет в понеделку Они там могут его взять Алло Алло, да Да, Марина Алло, Коля Коленька Кома Что случилось? О, Господи Стивичка, дай мне телефон Кома Алло, Коля, слушай меня внимательно Понеделка стоит во главе всей этой аферы Что? А Артем? Артем это тоже их человек Там на даче бандиты Сайфуддинова нам удалось сбежать Где вы сейчас? Это Можайское шоссе Садовое товарищество Учитель Дубки Мы сейчас пытаемся выехать из этих чертовых дач Я найду вас Дай Марину Да, даю Марин, Марин Марина, защищай меня Успокойтесь, все будет хорошо Марина Тарасов Очень мило Беги, беги, Марина, беги Восколю убьет Мама Ну что, родная Соскучилась? Пустите же меня Восколю убьет Что? Конечно, езжай Я сейчас спецназ запрошу на Петровке Хорошо, хорошо Ты оставь документы в приемной Я сейчас подъеду Да пустите меня Пустите Ну что, далеко убежали? А вот это не трогать Я сам Да нас забери Приелась уже Послушай, ты Я не помолчи Я тут вторую ногу прострелю Я Ренату позвоню Давай Ир, слушай Я не понял А куда твой Подчиненный-то убежал? Ребята там очень серьезные Пока ты его В приемной держал Его девушку в заложницу взяли Да брось ты Слушай, ну может помощь нужна? Да нет, уже отправили Ну хорошо Слушай, ну он молодец у тебя Как он все это провернул Ну вот такие у меня подчиненные Ну может Побыстрее как-то Ты собираешься звонить? Не надо никуда звонить Я здесь Коля! Да сядь ты! Вам нужны документы А мне нужны Обе девушки И если с ними Все будет в порядке То вы получите Документы Назад Ты мне на паршиво Еще гавкать будешь? Ты условия Мне ставить будешь? Буду Вот я сейчас Убью ее И посмотрим Как ты запоешь Ну Стреляй Что? Документы нужны? Тогда не гавкай Ну и где они? Ну и товарищ Везет их сюда А почему я должен тебе верить? А у тебя есть Варианты? Граждане Обморозки Сопротивление бесполезно Выходим из дома По одному С пустыми руками Так ты трындец Что дна заговорить? Коля! Где твой кореш? А чем тебя эти не устраивают? Урил бы! Ну и мужики Мужики Вы что? Мы тут с бабами Ребятами решили Шашлыки И пожарить Тут моих людей взяли Я уже знаю Тут я тебе помочь Ничем не смогу Как у вас говорят Делай ноги Ну а что пацаны? Как выкрутятся? А это проблемы Твоих пацанов Знали на что идут? Да А понеделков? Тут выбор небогатый Кто-то должен остаться И ответить Иначе это будешь ты Я понял Ну а что? Не пора ли посетить нам Альпы? Я сам поведу Опаньки А вот и гости Ну да Незваный гость Хуже татарина Ну что Гражданин понеделков Вы в курсе Что ваш подельник Ренация Фуддинов Находится сейчас В Швейцарии Правда это ненадолго Почему подельник? Ну как? Мне ничего не было известно О его Аферах А может мы закончим Прикидываться? Я же вам уже сказал Что во главе махинации Стоял Сайфуддинов Я ничего не знал О том что он путем Мошенничества Завладел деньгами Акционеров ФК У вас Очень честные глаза Гражданин понеделков Больше без адвоката Я отвечать на вопросы Не буду Спасибо что вытащил Это моя работа Там все чисто Они ничего не докажут Хорошо что ты себя обезопасил Молодец Предусмотритель Наивный татарин Думал что может на меня Все свалить Сайфуддинову теперь вообще Придется нелегко Он международный розыск Слушайте подождите Я что-то не поняла А что мы празднуем то? День рождения Маринки Да А у меня что дежаве Мы же празднули его Неделю назад В том же составе Почти А ну да Нам тогда его Слегка подпортили Так Я хочу сказать тост Я тост хочу сказать Мариночка Хочу выпить За тебя Ты Настоящий мужик Нет Просто Правда Такая нежная Женственная девушка Но в критической ситуации Способна Очень на многое Как показала практика Я хочу чтобы Таких критических ситуаций В твоей жизни Больше не повторялось И пусть в вашем союзе Мужчины всегда будут Коли За тебя дорогая Спасибо Настоящая женская дружба Ну с днем рождения Спасибо Пара-па-па-па Пам 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 Пам